Меры пожарной безопасности соблюдены и городские учреждения готовы к проведению новогодних праздников. К таким выводам по результатам проверки пришли специалисты Волжского отделения Госпожнадзора, обследовав более 80 детских садов, центров дополнительного образования и муниципальных учреждений культуры. Подробности у Натальи Стеганцевой. Ваши действия в случае срабатывания пожарной сигнализации? До приезда пожарных у нас звучит сигнализация, звуковое оповещение, происходит эвакуация детей. И сотрудников на площадку, которая находится через эвакуационные выходы. Ирина Хлюпина, заместитель директора Волжского дворца творчества детей и молодежи, рассказывает о действиях персонала в случае возникновения пожара и в целом о том, как здесь соблюдается правило противопожарной безопасности. Внутренний пожарный кран. Два раза в год он проверяется, перекатываются рукава, производится проверка на водоотдачу. 10 декабря очередная проверка прошла. Здесь заодно еще ставим огнетушитель на всякий случай. А во дворце с 20 декабря начинаются новогодние елки. И ожидается, что представления, в основе которого история при Олимпийской игры, должны будут посмотреть около 2000 маленьких волжан. По этому тщательному досмотру на предмет противопожарной безопасности подлежит все. От электровыключателей, которые зажгут огоньки на елке, до наличия огнетушителя и их срока годности. И это далеко не все. Обращается особое внимание на наличие путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, работоспособность внутреннего пожарного водопровода, систем пожаротушения или сигнализации, также на готовность персонала с действием в случае возникновения пожара. По оценкам инспекторов Госпожнадзора, все учреждения Волжского, где будут проходить новогодние елки, а это детские сады, центры дополнительного образования, дворцы культуры, всего 85 объектов, готовы к тому, чтобы огоньки на лесных красавицах зажигались и горели без всякой опасности для маленьких волжан. Наталья Стеганцева, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.